Брейкер Попытайтесь, пожалуйста, повторить то, что он делает. Во время выполнения этих элементов очень важно держать свое тело, держать баланс. Итак, для выполнения этого элемента для начала нужно научиться удерживать свое тело на руке. Обратите внимание, правый локоть упираем в живот, кисть ставим в пол и переносим вес тела на правый локоть. Левой рукой можно для начала себя чуть-чуть удерживать. Упираемся головой в пол и поднимаем ноги вверх. После того, как вы научились стоять в этом положении, можно производить смену ног. Абсолютно так, как вам захочется. Либо так, как показывает лоянка. Во время выполнения фризов старайтесь как можно больше импровизировать. Стройте каскады из фризов. Постарайтесь менять положение тела в том или ином ракурсе. Не бойтесь импровизировать. Придумывайте свои призы и, может быть, когда-нибудь их назовут вашим именем. После того, как вы научились стоять в первоначальном положении, попытайтесь повторить связку, которую показывает лоянка. Можно использовать переходы через стойку на голове, выходы в локти и в стойку на руках. Сейчас вашему вниманию Леня предлагает еще одну связочку, где вы можете увидеть, как он входит на фрезы. Попытайтесь повторить то же самое у себя дома, предварительно раздвинув мебель как можно дальше. Обратите внимание, опять же, что и в стойке на голове можно выполнять различные движения ногами. Импровизируйте. Продолжение следует... Следующий элемент называется найнти, в русскоязычном варианте свеча. Заключается он во вращении на руке вокруг своей оси. Для того, чтобы выполнять этот элемент хорошо, необходимо научиться делать стойку на руках. Также существует разновидность этого элемента, Никита сейчас показывает. Это 2000, когда рука накладывается на руку и производится вращение. Обратите внимание, как Никита входит в стойку на руках. Во время движения правой руки вниз к полу левая нога ведет тело вверх. После чего, с помощью маха ног, он переставляет руки. Посмотрите, как выполняется этот элемент из стойки на руках. Мах ногами, перестановка рук. После того, как вы научились делать один оборот, постарайтесь делать каскад из свечей. Обратите внимание на то, как Никита входит в свечу. Само вращение лучше производить на основании кисти. Очень важен баланс во время выполнения этого элемента. Старайтесь держать свое тело четко вертикально. Вытягивайте ноги вверх. Старайтесь выпрямлять руку, на которой вы вращаетесь полностью. Еще раз повторяю, стойте на основании кисти. Сейчас обратите внимание, что на свечу 2000 можно заходить и по-другому, и снизу. Здесь важен мах ногой, который подбивает левую ногу и выносит тело вверх. Переход на левую руку. И накладываем правую кисть поверх левой, вращаясь в таком положении. Следующий раздел, который мы предлагаем вашему вниманию, это верхний брейкденс. Мы представляем вам один из стилей верхнего брейкденса, который носит название Электрик Буги. Хотим познакомить вас с базовыми элементами этого стиля, которые делятся еще на несколько подвидов. Впоследствии мы познакомим вас и с ним. И теперь мы начнем с Электрик Буги Бит. Для начала попытайтесь освоить перемещение головой вперед-назад-вправо-влево, каждый раз фиксируя положение головы в крайних точках. При этом ваше тело не должно двигаться. Двигается только голова. Впоследствии соединяем эти точки и плавно через них проходим так называемым вращением. Переходим в грудь. Работаем также по точкам, останавливая движение в крайних точках. И снова соединяем плавно эти точки, получая вращение грудью. Впоследствии к этим движениям добавляем вращение таза. И так у нас получается круговая волна, которая переходит из головы в колени. Следующий базовый элемент Электрик Буги называется волна. Обратите внимание на то, как Женя выполняет этот элемент. Каждая часть руки работает отдельно от другой. Начиная с пальцев, переходим в кисть, затем в локоть, в плечо, в другое плечо, в локоть, в кисть и в пальцы. Соединяя по точкам, получается волна. Сейчас попробуем перейти из волны руками в волну телом. Еще раз обратите внимание, что начиная с пальцев, переходим в кисти, в локти, в плечи, в грудь, в таз, в колени и обратно. Начинаем выполнять движения по точкам. Впоследствии переходим к плавному выполнению этого упражнения. Следующий элемент называется глейд. Скольжение. Опираясь на носок левой ноги, переносим вес тела на левую ногу. Отставляем правую ногу в сторону и перемещаем вес тела на правую ногу. Во время перемещения правой ноги старайтесь держать ее как можно ближе к земле, чтобы получалось своеобразное скольжение. И то же самое в обратную сторону, под правой ноги. После того, как вы освоите все фазы этого движения, постарайтесь выполнить его достаточно быстро, и тогда появится своеобразная плавность. Теперь посмотрите, как Женя сочетает волну рукой, телом с перемещением. Можно сочетать их в разном, абсолютно в разном порядке. И это тоже очень важная импровизация. Обратите ваше внимание на то, как работает рука Жени. В этом моменте волна идет снизу, от коленей, через таз, в грудь, от груди. Выводи в плечо, в локоть и в кисть. Также обратно. Постарайтесь импровизировать, постарайтесь вводить новые движения. Можно выполнять волну как плавно, так и фиксируя каждый момент сгиба. Следующее упражнение это глейд назад, скольжение назад. Обратите внимание на способ его выполнения. Опять же, все движение производится от носка. Переносим вес тела на носок одной ноги. Безопорная нога при этом скользит по полу, назад, но не очень далеко. Постарайтесь, чтобы движения были очень плавными. Добивайтесь скольжения. Следите за тем, чтобы ваш корпус оставался неподвижным. Должна создаваться иллюзия того, что двигаются только ноги. Следующий стиль верхнего брейк-данса носит название поп-локинг. Характерное отличие его в том, что это достаточно резкий стиль с быстрыми перемещениями, которым очень важна координация. Итак, первое. Положение рук. Кисти сжаты в кулаки, большой палец находится сверху. Вы стараетесь как можно резче выбросить руку вперед и в сторону, при этом смещая плечи в ту сторону, куда выбрасывается рука. Вы как бы наносите удары. Стиль характеризуется большой резкостью движений, так что на продвинутом этапе старайтесь все движения выполнять очень быстро и резко. Обратите внимание, как сочетаются движения рук и ног. Постарайтесь повторить за участником экстрим-шоу Урбан с Алексеем все то, что он делает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выполняем движения в правую сторону, правую руку переносим влево. Я уже запутался, если честно. Постарайтесь. Ну, вы все сами понимаете, у вас есть видик. Постарайтесь перемотать эту связку туда-обратно несколько раз. Останавливайте, запоминайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А потом покажите то, что у вас получилось своим родственникам, близким, друзьям. Будьте настойчивей, и у вас все получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Робот. Это очень старый стиль. Один из самых первых стилей брейкдэнса. Характерные его черты в том, что танцор повторяет обыкновенные движения в пластике механического существа. О, как загнул. Обратите внимание на то, что любое движение, которое делает наш танцор, фиксируется. Что такое фиксация? Это резкое напряжение мышц. Тренировать фиксацию лучше перед зеркалом. Постарайтесь, выполняя то или иное движение, и останавливая в той или иной точке пространства руку, напрячь ее. Вот именно так, как это делает Женя. Впоследствии, выполняя любое из танцевальных движений, старайтесь заканчивать его фиксацией. Вот примерная связка, которую дает Женя, она поможет вам освоить этот стиль хотя бы немного. Опять же, здесь важна ваша фантазия и импровизация. Обратите внимание на то, что, выполняя различные движения из стиля электрибуги и фиксируя их в определенных точках, можно добиться полного сходства со стилем робот. Еще раз обращаем ваше внимание на то, что все движения должны быть четко фиксированы. Каждое движение должно заканчиваться остановкой. и напряжением всех мышц. А теперь посмотрим медленно. Обратите внимание на то, что Женя периодически напрягает мышцы, что создает эффект синтетического существа. Все элементы верхнего прогресса желательно выполнять перед зеркалом, чтобы видеть то, как вы выполняете то или иное движение. Можно также снимать себя на видеокамеру, а потом смотреть на технику. После того, как вы освоите фиксацию, вы можете использовать ее в повседневной жизни. Можете кушать, ходить, мыться в этом состоянии. Пусть ваша жизнь полностью превратится в брейк-дэнсер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я на 100% уверен, что вы затерли эту видеокассету «Гадын». Если это так, то я также уверен, что вы стали самыми крутыми перцами в своем квартале, районе, доме, квартире, городе, стране. Я надеюсь, что вы для себя открыли настоящий брейк-данс. Если это так, дерзайте, развивайтесь, сочетайте новые стили, учитесь, танцуйте, живите брейк-дансом, будьте с нами, будьте в хип-хопе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok